Об интересных событиях недели расскажем в коротких новостях. С прошлого года Лобнинская детская поликлиника отнесена к медучреждениям второго уровня, всего таких уровней три. Это позволило включить ее в федеральную программу развития материально-технической базы детских поликлиник и оснастить учреждения новым оборудованием. Новый УЗИ, аппарат высокого класса с четырьмя датчиками, уже второй в детской поликлинике. Больше стало и врачей, которые проводят исследования. Теперь их четверо. В результате увеличилось число обследуемых ребятишек, что практически ликвидировало очередь. Для месячных младенцев введен профилактический осмотр под названием карусель, когда за два-два с половиной часа грудничков осматривают шесть специалистов разных профилей, в том числе проводится скрининговая УЗИ. Голова, брюшная полость, почки, тазобедренные, и здесь кардиологически у нас наконец-то появился датчик, но мы на нем смотрим детей все-таки не месячных. Для месячных мы еще заказали еще один датчик к этому аппарату, он будет, наверное, чуть позже. В кабинете отоларинголога тоже новшество – лоркомбайн Асмос. Продуманная до мелочей установка заменяет сразу несколько аппаратов. Это уже второй лоркомбайн в поликлинике, и теперь оба лорврача имеют возможность проводить обследование и терапевтическое лечение максимально комфортно для маленьких пациентов. Теперь о том, с какими вопросами лобнинцы обращались к главе города в рамках приема населения 26 июля. Четыре обращения жителей из сферы образования, ЖКХ, капитального ремонта многоквартирных домов и благоустройства дворов рассмотрел в прошлую пятницу Евгений Смышляев. Одна из жительниц рассказала главе города о своей идее организовать для школьников конкурс в виде тестирования по иностранным языкам, по итогам которого победитель получит поездку в языковой лагерь. Женщина считает, что конкурс станет отличной мотивацией для совершенствования навыков и стремления к новым знаниям. Глава города идею поддержал и поручил профильным службам рассмотреть возможные варианты проведения такого конкурса. Старшая по дому 7 на улице Строителей обратилась к Евгению Смышляеву с вопросом о ходе капитального ремонта. Она рассказала, что рабочие приступили к ремонту крыши, а до самых ожидаемых работ ремонта водосточных труб дело еще не дошло. Помимо этого, женщину беспокоит состояние электрики. Глава города объяснил, что работы по замене водосточных труб будет выполнять другой подрядчик. Их начнут ремонтировать сразу после того, как закончат ремонт крыши. А все неполадки с электрикой устранятся в течение недели. Жители дома 4 по улице Ленина пришли на прием населения с просьбой ограничить въезд в их двор. Но дворовая территория общая сразу для нескольких домов. И не все жители согласны на установку шлагбаума. По закону, без единогласного решения жильцов устанавливать ограждение нельзя. Теперь к новостям спорта. Сержант полиции из Лобни Евгений Рылов принес в сборной России второе золото на чемпионате по водным видам спорта, проходившем в южнокорейском Кванчжу. Всего на нынешнем чемпионате на счету у 22-летнего полицейского 5 медалей, 3 из которых на индивидуальных дистанциях. Напомним, что Рылов также является бронзовым призером Олимпиады 2016. Лобнинская команда Индастриал содержала победу на чемпионате Московской области по пляжному футболу. Заключительный 12-й тур чемпионата состоялся 28 июля в Королеве. Финальный матч Индастриал против местной команды Илмонт завершился со счетом 2-3 в пользу хозяев. Но по итогам чемпионата лобнинцы с 33 очками заняли первое место в турнирной таблице среди семи команд из Москвы и Московской области. Поздравляем спортсменов! 27 июля состоялись финальные игры турнира по футболу среди подростковых дворовых команд Лобни. В игре за первое место встретились команды Красная Поляна улица Текстильная и команда с улицы Нестериха. Матч окончился со счетом 5-1 в пользу краснополянцев. С 11 по 31 июля в Московской области проходил форум «Я гражданин Подмосковья». Лобнинцы тоже были среди его участников. И сейчас на экране фотографии с нашими активистами. Напомним, что форум уже седьмой, а в числе его основных задач – сбор неравнодушного актива молодежи, вовлечения ребят, спорт, экологию, творчество, бизнес, политику. А на сегодня это все короткие новости.